Пектакль, ребята, посвящен 120-летию выхода книги Алхаму Сбатыр. И, конечно, он проводится накануне праздника независимости Республики Казахстан. Пектакль для вас поставили тоже наши читатели, ребята, которые ходят в театральную студию «Пилотёк истории». Они очень старались для вас, чтобы было интересно, красочно и запоминающееся. Давайте мы смотрим внимательно, а потом громко хлопаем. Вам приятного просмотра! С честными балалами, сколько вас рад видеть! Сегодня я вам расскажу историю о славном батыре, звали которого Алпамыс. В давние времена, на горном столе Байкентал, в краю ждели Байсыр, почтенный старец, глава рода Конграда. Все было у Байбали, славный, почтенный, бесчисленный торгуны овец, верблюдов и гнедых лошадей, бескрайние пастбища. Только счастливый детский смех не звучал в его юрте, не бросал наследника. Некому было просадить заботливой отечественной рукой на взяток родец Роскана. С каждым годом исчезала мечта о счастье, о продолжении рода. Нет счастья в нашем доме столько лет, мы и на буршах в столу, нам уготово навечно. Говорят, что я родился, как счастливый звездой, как у мамы большими гордился. Всем, вот только не собой, нету жизни смысла, есть и слава, и почет, только нету жизни смысла, без наследника течет. Как уйти, если нет продолжения рода, если некому заменить меня, в доме моем, в доме, в доме, в доме, в несчастье, в мочи, в одном. И наши прогневы, либо чем-то Аллаха, надо нам сходить в паломничество, поклониться святым гробницам. Может быть, смилуется тогда над нами Аллах и пошлет родное дитя. Дорогая моя молока, мы совершим хадж, святому Азрету, и будем молить его, он-то нам не откажет, он обратит на нас в милостивый взор. О, народ мой, о, родная сельданка, я выполнил бог суть, обращусь к свету святого Азрету, Посыпается хадж и Ахмету, мы придем, смиренно моля, набродить ребенка бездельно. И, ну, мою, и меня, наследник, дороже богатства не смертно. Старый Бальбарий и его жена обошли по сяком всю пустыню и сель. Ниже Ильяна много везло, но в реческ его следа, в сухой селье. Священные горы Каратал, это чудо в наполнении места. В горах чистейшая белизна, в озерах сияющая вода. Как труден путь в девяносто дней, как славен путь в девяносто дней, Молю я, смиренно, баба Ата, дай сына, храбрейший баба Цира. Асаллаху, ай-я-джа-лайна кум, ай-на-лвыдин а-дайну. Молю я, в аддан, в Аллаху-кадир, в Аллаху-кадир. Его и Баррия, членолы, выполнили все необходимое в качестве. Шестер Азиз, здравствующий философ, повсючавшийся им на пути, сказал, Что уже восемьдесят восемь апостолов, и у нас идеи праведников, молятся их. Слушай меня, Байбари, Аллах услышал ваши молитвы. Возвещаю первенец твой, будущий Батыр-удолой, имя дай ему Алпамыс. Ни огнем его не спалить, ни свинцом его не пробить, ни мечом его не перерубить, И будет он вечно молодой. Байбари, я на лыбке радостной грусти, родной и молодой. Свершилось чудо из чудес, такое счастье даже и не снилось. Смотри, Байбари, такой бастрел у нас. Никакое счастье. Алпамыс будет на пустыне злым большим, и у нас есть на радость нам, и родной земле. Когда возраст Алпамыс достиг десяти лет, Вроде его стали назвать не иначе, как бег. Он был подвижным мальчиком, и люди сравнивали его с раскаленным добрыстом, Байбари с Аулом. Однако, при всем этом, Алпамыс был еще ребенок. Люди понимали, что Алпамыс – непростой ребенок. Рука Алпамыс была тяжелая, сверстники играя между собой. И иногда забывали о его силе. И бывало, что с Аулом разносился отчаянный, прозрительный крик, Напоминающий крик, обвиженного ниже ребенка. Время шло. И стал он мужественным воем, Но сильнее его рука. Он своей земли достоин, Ведь ватыра взрастила она. В отцовском домуне скакуна Пошел отважный Алпамыс, Отчебаром назад угонял И слился с его серьезной личностью. Алпамыс, 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 Ведь родной землей гордись. Конь – это крылья не видит, Роджидит народу защиту. Обыск почтимый Пайборий, Нашей земле угрожает журганский хан-кароман, Его шатры разкились по всей границе Отжидели бойцы с родной землей в опасности. И объявил Пайборий собирать всех латыров И чьи-то родины, А журганский захвачен. Пусть Алпамыс, Алпамыс, Аджидита народный родник. Отец, я готов троиться с джурганами. Должен он соратную землю поставить В народе говорят, Что посуду распита, Аджидита – оружие. Распехи дам, Алпамыс, и готовы! Распехи дам, Алпамыс, и готовы! Пояс с золотом рассыплен Напомнит обычаи рода Сынок, ты себя будь и берегись Будь честен в жестоком бою Поседлал Абумыс Байчубара Скочил к нему на спину Тот же стал Байчубар Под отырским конем Полетел быстрее птицы Скоро оказался Абумыс На границе полныцких семей Видишь, не положилось не писано Абумысское войско-караман Стоят, будто город Цветы и шатры Реют желковые полосатые знамена Земятся высокие костры Ну что, старуха Что скажешь о предстоящейся битве? Все равно сильнее меня Никого на свете нет Вижу, вижу Байбори Он собрал в дорогу своего сына Алфамуса С ним против тебя идет много воинов О, караман Если ты не послушаешь меня То проиграешь битву Глупая старуха Ты до сих пор не поняла Что сильнее меня Никого на свете нет Ты врешь, старуха Хорошо, хорошо Ты мне поможешь? Алфамус, говоришь? А, Алфамус Он совсем юн И неопытен Мы завладеем землей его предков И жителей Байсун А там заливные луга Хорошая стада Чистая вода Ты лучше это-то Придумай против него что-то Старая плутовка У меня есть надежное средство Против него Алфамус погибнет И никогда уже не сможет Помешать тебе караман Что ты хочешь за это? О, великий хан Ты это же не сердце твоего ханства Твою дочь А я выдам ее За своего сына Это слишком большая цена Для никого неизвестного воина Я... я... Я могучий карман Сам разберусь с мальчишкой Ну что ж, попробуй А если что Зови И про дочь не забуть Ха-ха-ха-ха-ха-ха Вот и настиг я тебя, Караман, Кабуны твои побью, А ты муха зну, если ж нет, Пусть я сгину в чужом краю. Алтамыс — отважный ворон, Такой он один на свете. Сын боль-боры, без почёда достоин, Он войска ведёт в победе. Караман теряет силы, И джунгары бегут в поле боя, У Алтамысов взгляд тарлини И снежного барса воля. Я предупреждала тебя, Караман, Жадность тебя сгубила, джунгарский хан. Ну ничего, мы ещё встретимся с Алтамысом, Когда силы родной земли ослабнут, Когда родной дом будет уже очень далеко, И помощи ждать будет некуда. Родная земля спасена, Свободна наша страна. Ночь не склонится над ней, Не будет рабских цепей. Джунгары нас не победить, Над нами будет лишь солнце светить. На этом камне написано моё имя, Не может быть, что-то здесь ещё есть. От сварного Алтамыса, Сына достопочтенного Байболи, Здесь невеста Байболи, Дочной моей ребёдочкой. Он сможет уничтожить её, И жениться на ней. Тогда мы достанем великим куфыром, Сверху водится в землю от того. Я что-то слышала об этом. Где ты, Байболи? Кто ты, Байболи? Как назвали тебя детьми мать? Албамас, это я, Пронаречённая невеста Байболи. Ты должен выдержать все испытания, И победить ещё хана Тайшика. Ну и только что вернулся с похода, А хан Тайшик слывает непобедимым. Тебе помогут золотой колокольчик, Золотой песок, золотая сила, И волшебная птица Самрук. Возьми их с собой, Тебя, будешь здоровы! Албамас, твой народ ждёт тебя с победой! Как больно смотреть на очистку, Враги в ней кружат вороньем И сметают ау, бесстыдно, Что страшны так в разбои своем. Родные, ковыльные степи Опять пылают пожаром, Не спят и боятся дети, А женщины горько рыдают. На, защищать свои дома, Свои поля, своих родных, Чтоб не стонала земля Под игом законов чужих. Алпамыс победил Караман И застал я в вона поступить. Я покорю его, Завою его народ, И они будут мне подчиняться, А ты поможешь мне справиться с Алпамысом. Звоним за дальней книги свалим, Найду заклинание волшебное, Чтоб Алпамыс скорее бы погиб на него, Придалось безогвению. Пусть черная лебедь Амры Одурманит сознание его, Мы победим другой силой Алпамыс за его народ. Как я устал у долгого пути, Бойчуба расстався в поле, Пусть немного отдохнем, Но как только взойдет первая звезда, Мы отправимся в путь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мне кажется, я видел во сне Мою маму и Гульбаршин. Так это они разбудили меня Своими золотыми колокольчиками. Они спасли меня от гибели. Спасибо, родные мои, Скорее в путь! Эх, опять не удалось, если навидел Памыса. Он все ближе к войску Тайшика. Ну что ж, теперь я сама расправлюсь с ним, Ведь я могущественная колдунья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Я слышу DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Она упала прямо в сердце злой голубой, а тут еще трехантая женщина. Долгой жилистой шесть и Алпа-нуис, Войска и пёсок, и каждый знак устраивает меня, Пройдет им большую доблещу она, Алпа-нуис встречает одну весь яму. Он любит ее, как мать свою, и вот он повержен. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В народе говорят, что пень ждает вместе с народом великий праздник. АПЛОДИСМЕНТЫ В родной аул отправился в Ганец. Суиньши, суиньши, а помыслом вреды возвращается домой. АПЛОДИСМЕНТЫ А это моя реченая невеста Бульбаршин. Мы встретились с ней по воле Всевышнего В трудной дороге домой. Какое счастье, какая радость. При нас самого теперь не только сын, Мой и дочь. Великий той, без победы над ударами, Над волшебством и коварством их сил, Той, без любви и счастья, Албомысля Кульбаршин. В течение сорока дней облашался в счастье Все долины, кущей, реки и озер, Благословенной, свободной и величественной земле Жили в бойцы. Если они восстарелся в них, Спокойку с радостью взрослых, Счастье разорелся в дне, Албомысла ты принес. И в краю жили в бойцы Отчетки счастливые дни. И ты, если не степей, Красивый, молодростник, Человек, ты ж на родине своей Человеком можешь быть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, ребята, закончили. АПЛОДИСМЕНТЫ